Вот, а сейчас я не знаю, видно будет, не видно, попробую показать. Вот на грубом алмазе, сейчас я, чтобы так листочек было видно тоже, покажу немножко. Вот будет он резать бумагу, да, грубо заточен, все, то есть протяжку, грубо заточен. На вот этом вот алмазе, если кто может попробовать, и сами дома. ГК-250 на 200, грубый такой алмаз, вот, можно, то есть он грызет хорошо металл, все, прямо остает реальные риски. Вот, смотри, консервная банка, протыкаем, вот, прям прорезаем, прорезаем, прорезаем. Грубо так все. Смотрим на бумажки. То есть ничего не затупится, можно прямо его кромсать и кромсать. Вот он этой пилой, пилкой этой, она очень крупная, ее прямо чувствуется, вот, руками, ногтями. Ничего не затупилось, вот, как был, так и есть. Грубая эта пилка, она и грызет бумагу, вот, протяжным резом. Если нож очень тонкий, заполированный, можно им прямо вот вертикально вот так бумажку разрезать, да. Но он не будет грызть, если им прорезать железную, даже жестяную банку. Вот. Вот по коже, давайте покажу просто, какой рез получается. Видите, он как бы... Он толстый, он просто не лезет уже за счет вот толщины. Его как бы обжимает этой кожей, она очень твердая. Это чепрак 5-миллиметровый. Очень трудно резать. Вот. Но он будет вот таким вот образом вот грызть его, как бы этой пилкой рвать и прорезать таким образом. Так что банка ему консервная. Это вообще... Это вообще не показатель, скажем, для нормального. И он вязкий причем, материал он мягкий. То есть, если я сейчас по железке какой-нибудь такой не очень сильно стукну, будет замять. Он не выкрашится. Бумажку он будет резать. Он будет ее шинковать, там резать. То есть, это как бы... Ну, не затупишься нож, если он нормально сделан. Вот. Не затупишься консервный банк. Можно смело открывать. Это не показатель. На боковые там нагрузки стукнуть, например, взять ножик. Вот хотите проверить надежность ножа, возьмите вот так. И перпендикулярно, даже можно не о железку, ладно, допустим, а какой-нибудь деревянный пенек и желательно на улице в холод. И раз пять средней силой вот таким вот образом боковым ударите. И увидите. А лучше, конечно, не сильно, не сильно двумя пальцами постукать. Вот. Ну, средним таким ударом, знаете. Таким, чтобы, грубо говоря, вот ударом, когда вы яйцо разбиваете, вот, да, для яичницы. Вот чуть посильнее. Вот просто постукать по какой-нибудь железке боковым носиком прямо, чтобы посмотреть сочленение, как носик не отколется. По какой-нибудь наковальне там, или по железочке по какой-нибудь, или просто по каменному, по какому-нибудь полу. Желательно на улице в холод. И вот если он не лопнет, ничего с ним не будет, не отколется и так далее, то нож надежный как бы. Все. А там уж твердость его, что он там будет резать, взяли, он, я говорю, алмаз. Вот. Два раза шаркнули, сюда-сюда. Ну, желательно напротив. На противоходе на лезвие затачивать. Не по лезвию, а наоборот. На лезвие. Все, два раза шаркнули, он опять будет такой же острый, так же будет резать. По всей длине причем. И носиком. Ну, а уж гвозди рубить, я не знаю, вряд ли понадобится. Но если понадобится, ну что, рубите поближе, только поставьте вот так вот. То есть не носиком рубите, а вот здесь вот. И потихоньку чем-нибудь. Можно и гвозди перерубить, если уж такая нужда возникнет. Поэтому тут надо смотреть в комплексе, в принципе. И на заточку обращать внимание. Ну, все. Вот у нас герой был сегодня. R6-M5. Ковалась. Железка трудно, туго. Вот. Вот такие вот дела. Все, братцы. Вырубаюсь. Спасибо. Извиняйте, если что. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова